Санкт-Петербург бывает прекрасен, например, когда лето, но это Питер, поэтому в любой сезон всегда велик риск, что он встретит вас не самой дружелюбной погодой. На этот случай мы покажем вам несколько интересных локаций, которые помогут получить от города самые положительные впечатления, несмотря ни на что. Давайте начнем с исторически значимых мест. В Санкт-Петербург это великолепные соборы и храмы. Обязательно стоит посетить Казанский собор, спас на крови, Смольный собор. Но в нашем личном рейтинге первое место занимает грандиозный Исаакиевский собор. Чтобы возвести это чудо, потребовалось около 40 лет. Вы только подумайте, практически целая жизнь. И посмотрите, какая красота и мощь одновременно. И этого еще не видели интерьеров. Исаакиевский собор построен в 1858 году, то есть ему сейчас 164 года. Чтобы создать внутреннее великолепие, мастерам потребовалось 17 лет. О грандиозной работе по возведению Исааки вам подробно расскажут сотрудники музея. Возьмите на заметку. Экскурсии входят в стоимость входного билета и проходят здесь буквально одна за одной. Вкратце скажем, что Исаакиевский собор – это полы и стены, облицованные разными видами мрамора. Шедевральные мозаики. Захватывающий дух витражи. Ворота настолько огромные, что даже не охватить взглядом. Немыслимое количество золота в отделке. Колонны из малахиты и лазуриты. И невероятной красоты живопись под самыми сводами. Включая великое творение Карла Брюлова, создание которого, увы, стоило мастеру здоровья. А потом обязательно поднимитесь на колоннаду Исаакиевского собора. С высоты 43 метров вам откроются романтичные виды на прекрасный Санкт-Петербург. Есть легенда, что архитекторы Исаакиевского собора Агисту Монферрану предсказали, что он умрет скоро после того, как завершит работу над своим детищем. Собственно, поэтому он так долго его и строил. Это факт. Великий действительно скончался через 28 дней после официального открытия Исаакиевского собора. Совпадения? Не думаем. Мы хотим рассказать вам про еще одну церковь. Она практически ровесница Санкт-Петербурга, но сегодня знаменита не этим, а как мягко всех инстаблогеров. Обратите внимание на здание, которое находится сзади. Внешне она вполне опрятная и ординарная, но внутри открывается совсем другой мир. Познакомьтесь с Санненкирхи, лютеранской церковью Святой Анны. Ее современное здание возведено в конце XVIII века, пережило многочисленные превратности судьбы. А в 2002 году здесь случился пожар, который практически полностью уничтожил помещение. Потом была реставрация, но внутреннее убранство по-прежнему нуждается в помощи. И его особый вид стал фишкой, привлекающих многочисленных любителей фотосессий. Кстати, на втором этаже в интерьер удачно вписалась кофейня, часть выручки которой идет на благотворительность. А еще стоит добавить, что церковь сегодня действующая. Поэтому проявляем уважение, быстро делаем свою любительскую съемку и уходим. И, кстати, на выходе обратите внимание на кофейню «Рок-остров». В это помещение заходил Сергей Бодров в фильме «Брат». Здесь был музыкальный магазин. А мы отправляемся к следующей важной локации. Все туристы обязательно идут в Петропавловскую крепость, как некий исток рождения, основания Санкт-Петербурга. Но на самом деле это не единственное, что досталось нам с тех времен, потому что сейчас сзади меня находится очень маленький, но очень исторически значимый домик. Это домик самого Петра I, который считается старейшим сооружением в Санкт-Петербурге. Великий Петр жил в нем с 1703 года в течение нескольких лет. Но на самом деле это не он. Это каменный футляр, который построен вокруг него и оберегает его. Дворец, в котором жил Петр I в только что основанном им городе, больше похож на незамысловатую деревянную избу. И благодаря тому, что это нехитрое сооружение начали оберегать для потомков аж с 18 века, мы видим его практически в оригинальном виде, хотя и с воссозданными интерьерами. Как будто заходим к великому царю в гости. Можно заглянуть к нему в кабинет или в столовую и долго разглядывать интересные предметы тех времен. Даже есть отливка руки Петра Великого и табличка с указанием его роста. А вот это, кстати, тренд начала 18 века. Дерево, разрисованное под кирпич. Или вот другой тренд. Деревянные дощечки, имитирующие черепицу. Ну и само собой, просто нельзя пройти мимо лодки. Создано, как утверждается, рукой самого царя. Друзья, для развития канала нам нужна ваша помощь. Подписывайтесь на него, жмите на колокольчик, пишите комментарии. Это даст возможность алгоритмам Ютуба более эффективно продвигать ролик. Ну а мы продолжаем свой рассказ. Ну, помимо шедевров исторической значимости в Санкт-Петербурге, много и современных шедевров. И музей, который мы вам сейчас покажем, на наш взгляд, является один из лучших в северной столице. Это гранд-макет, копия России в миниатюре, причем от Калининграда до Дальнего Востока. Если верить Википедии, то это крупнейший макет в нашей стране и второй по величине в мире. И еще, кстати, один интересный факт, что он работает 10 лет, и на протяжении всего этого периода продолжается работа над созданием его экспонатов. Ну, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Чтобы создать гранд-макет, потребовалось 5 лет круглосуточной работы десятков специалистов. И сегодня на площади 800 квадратных метров уживаются 115 тысяч жителей. 214 автомобилей. 2,5 километра железнодорожного полотна и 250 поездов. В этом маленьком мире поезда из Санкт-Петербурга на Дальний Восток идут всего 18 минут. А люди как живые. Они, как и наши соотечественники, служат в армии, ведут хозяйство, рыбачат, ходят на субботники, тушат пожары, попадают в беду и трудятся на благо российской экономики. Они работают на гидроэлектростанциях, газоперерабатывающих заводах, добывают уголь, занимаются животноводством. А еще на макете можно увидеть знакомые и так радующие сердце россиянина достопримечательности. А вот, кстати, кажется Карелия. Про нее у нас есть ролик на канале. Переходите по ссылочке на экране. На самом деле я чувствую себя ребенком, потому что здесь безумно интересно. Например, сейчас за моей спиной крошечные собачки лают на крошечного медвежонка, чтобы защитить крошечного человека. Но они даже не подозревают, что за деревьями их поджидают крошечные амурские тигры. Если бы мне показали это в детстве, мне кажется, я бы осталась здесь жить просто. Еще одна изюминка гранд-макета – некоторыми сценками можно управлять нажатием кнопки. И, наконец, каждые 15 минут в маленьком мире наступает настоящая ночь. И она здесь какая-то особенная, уютная и романтичная. На самом деле сейчас, как никогда, хочется солнца и позитива. Гулять среди пальм, тропических растений. И в Петербурге есть такая возможность. Мы отправляемся в ранжерею Таврического сада. Небольшой уголок лета в северной столице. Сад был заложен еще в 18 веке. И оранжереи здесь существовали практически на протяжении всей его истории. Тав, в которой мы находимся, установлена в 1935 году. Здесь приятно гулять, устроить небольшую фотосессию. Ну, или просто отдохнуть и полюбоваться живой природой на одной из многочисленных скамеечек. А еще, обратите внимание, на втором этаже есть кофейня, где тоже можно провести время, наблюдая за природой и людьми. Но учтите маленький нюанс, что прогулка ваша будет недлинной. Потому что оранжерея Таврического сада занимает достаточно небольшое помещение по сравнению, например, с тем же ботаническим садом Петра Великого. Разумеется, мы не можем рассказывать о городе, не упоминая о его гастрономических традициях. В петербургской кухне нет супердревних блюд, учитывая, что и сам город достаточно молодой. Тем не менее, есть продукты, которые символизируют город на Неве. И в первую очередь, это, конечно же, корюшка. О том, что петербуржцы обожают эту рыбку, это не миф, а факт. И сон корюшки – это весна. И пару раз за весну мы обязательно ее покупаем и готовим. В общем, мы пробуем петербургские специалитеты в ресторане «Корюшка», где местную рыбеху готовят круглый год. Но на самом деле, ее время, как уже было сказано ранее, – это весна. В апреле город заполняет ароматы только что сорванного с грядки огурца. Именно так пахнет свежая корюшка. Чтобы почувствовать всю ее прелесть сполна, конечно же, лучше ее самостоятельно пожарить на сковороде. Процесс очень легкий, быстрый. И что уж скрывать, так получается гораздо вкуснее. Возьмите это на заметку, если вдруг окажетесь в северной столице в сезон корюшки и будете при этом жить в квартире, а не номере в отеле. Ну а мы переходим к последнему пункту нашей программы. Если погода не очень, а город посмотреть хочется, то можно рассмотреть разные интересные варианты на колесах. Например, есть вот такое решение. Или такое. Но мы вам предлагаем более интересный вариант. Вы когда-нибудь ездили на экскурсию на трамвае? Тем более ретро. Этот красавец – копия ленинградского LM33, который возил горожан в советское время. Трамвай запущен для туриста в 2019 году, и маршрут проходит через улочки городского центра. Кстати, надпись «Т1» означает «Первый туристический». В общем, это только кажется, что Санкт-Петербург в межсезонье или плохую погоду не рад гостям. Не пугайтесь угрюмого петербургского климата, ведь даже в самые серые дни город готов открыть вам свои многочисленные приятные сюрпризы. Нужно лишь только разглядеть их. Подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, потому что мы и дальше будем поднимать вам настроение своими сюжетами. Ставьте лайки, пишите комментарии, и до скорых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok